Для белорусских железнодорожников традиционными стали ежегодные международные турниры по волейболу с командами иностранных железнодорожных администраций. Возможность сразиться в спортивных баталиях за первое место была у 10 команд. В этом году ряды участников пополнились командами из Латвии – мужской и женской. География стран-участниц турнира говорит о том, что соревнования по волейболу среди железнодорожников актуальны и интересны. Организаторы мероприятия надеются, что с каждым годом количество участников и стран будет только увеличиваться. Люди приезжают с большим таким желанием поиграть, выиграть. Всегда игры проходят в такой очень хорошей обстановочке напряженной, что не знаешь, кто может выиграть, кто займет первое, кто второе, третье место. Для участия в 21-м открытом международном турнире по волейболу команды тщательно готовились. Пять мужских и пять женских команд сражались в зале физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив». Каждая из них показывала высокий уровень подготовки. Например, команда Октябрьской железной дороги выступала на чемпионатах России, а теперь они приехали к нам, чтобы показать достойный результат командной игры. Мы приехали на соревнования не в первый раз, боремся только за первое место, уровень очень высокий команд, все приехали достаточно подготовленные, поэтому борьба в каждой игре. Кроме спортивных состязаний, спортсменам-железноторожникам представлена возможность посетить тысячелетний Брест и оценить его преображение. Помимо игр у участников будет возможность пообщаться лично, ну и вообще это хорошая возможность именно в этом году, потому что тысячелетие города у нас отмечается в этом году. Экскурсионная программа для них запланирована. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания МБУК-ТВ.